Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня поговорим о тренерских перестановках в сборной России и по сути отставке главного тренера Анатолия Хованцева с поста руководителя мужской сборной. Вчера появилась информация в ТАСС, источники в СБР мне ее подтвердили, что действительно старшим тренером мужской сборной России теперь будет Сергей Белозеров, а Анатолий Хованцев сосредоточится на стратегии, планах подготовки команды и будет главным тренером. По сути это, можно сказать, должность свадебного генерала, то есть в свое время так отстранили Александра Каспировича, оставив его формально главным тренером, но при этом лишив ряда функций, но при этом Каспирович все равно участвовал в тренировочном процессе и влиял на происходящее в команде. Были у него противоречия с Рико Гроссом, у Хованцева вряд ли стоит ожидать такое, потому что, насколько я знаю, Анатолию Николаевичу сохраняют за оплату весьма приличную, которая у него была в СБР с учетом надбавки. Ну и контракт с ним работает, он остается на посту. Другой вопрос, что к происходящему теперь и в мужской, и в женской команде он отношения не имеет, и это, надо сказать, уже не первый раз такое происходит. И ранее, когда при Михаиле Прохорове Хованцев возглавлял женскую команду, он также отработал сезон, также не смог выстроить четкие отношения со всеми спортсменками и был уволен прямо во время женской эстафеты на чемпионате мира в Ханты-Мансийске. Сейчас ситуация практически повторилась, то есть были идеи о том, чтобы убрать его сразу после сезона, но тогда Хованцев пожелал сохранить оба поста. В поддержку ему взяли Максима Максимова, но у того также не получилось стать в команде большим авторитетом, к тому же вот в этой конфликтной ситуации Максимов как раз встал на сторону СБР, пытался как-то склонить спортсменов к подписанию контрактов, что очень не понравилось команде. Поэтому Максимова ставить было никак нельзя, поставили Белозерова, тренера резерва, тренера из Ханты-Мансийска, который достаточно опытный с одной стороны, с другой стороны уже хорошо известны ему спортсмены, ну и посмотрим, как у него получится. По крайней мере, к Хованцеву основные претензии какие? То, что в команде нету должной дисциплины, у него нету должного авторитета над спортсменами, это отразилось в том числе и в конфликте, то есть если Виталий Норицын в женской сборной имеет сейчас полную власть, полный авторитет, полный контроль над происходящим, и проблем с подписанием контрактов там не было, он сразу четко объяснил всем спортсменкам правила игры, все их приняли, все нормально. Хованцев самоустранился от этого конфликта, он не стал вставать ни на чью сторону, не давал никаких комментариев, в результате ситуация достигла едва ли не критической, но, как собственно я и предсказывал, как и говорил, разрулил этот конфликт Владимир Якушев, член правления, министр строительства и ЖКХ, который с одной стороны, видимо, поговорил со спортсменами, они пошли на какие-то уступки, с другой стороны, убедил СБР пойти на уступки, потому что нельзя ухудшать условия своих работников, при этом ничего не давая взамен. Ситуация складывалась именно такая, то есть у кого было два личных спонсора, им оставляли одного, в результате человек терял деньги, и при этом взамен дать СБР ничего сейчас не может, у них огромные долги перед АБЮ, слабый бюджет, и, прямо скажем, ситуация неутешительная. Что касается других претензий к Хованцеву, то действительно он как тренер мягкий, то есть если в Европе это может быть скорее обернуться в плюс, то есть, например, Кайси Маккерайнин общается с ним как со старшим товарищем, они понимают друг друга, находят общий язык, то у нас все-таки спортсмены привыкли к тому, что тренер должен себя ставить в коллективе, у него должна быть твердая рука, а у Хованцева с этим проблемы, и, насколько я знаю, в Петербурге, в команде, когда у него возникли разногласия с одним из спортсменов, тот прямо ему сказал, что, дескать, ваши методики, это все туфта. И Хованцев ничего не смог ему возразить, то есть практически выслушал в лицо прямое оскорбление, потом пошел жаловаться личному тренеру этого спортсмена, и как-то все так завершилось не лучшим для него образом. Также и здесь в команде тренеры многие слушают больше личных наставников, чем Хованцева, тот же Логинов работает плотно с Каспировичем, Гаранчев с Кугаевским, соответственно, малышка относится к Санкт-Петербургу, который тоже занимает своеобразную позицию по отношению к нынешнему руководству СБР, у Матвея Елисеева есть отец, то есть ситуация в команде действительно не контролируется. Плюс вот этот конфликт, плюс то, что Хованцев приглашался все-таки в команду как стратег, как руководитель тренерского штаба, который будет осуществлять контроль, а не заниматься практической деятельностью. А он вот действительно как солдат постоянно работает на рубеже, сам наклеивает мишени, чистит коврики, носит трубы. Ну, в общем, как-то это не солидно для руководителя, должны этим заниматься, наверное, другие люди. Такая логика у СБР. И поэтому, если в том году, когда у него был один Артем Истомин в помощниках, это было как-то оправдано, то сейчас в этом нет необходимости. Хочется верить, что эта ситуация была согласована с Салим Хованцевым, что он не против, что это не приведет к какому-то внутреннему или скрытному конфликту, а то потом начнется сезон, если, не дай бог, получится неудачным. Хованцев будет валить на старших тренеров, старшие тренеры на Хованцева и его методы. Хотя еще большой вопрос, будет ли выполняться теперь план на Хованцева, потому что вот я смотрел интервью Норицына в Тюменской арене, где он сказал, что по сути план полностью никто не выполнил, потому что спортсменки там есть себя плохо чувствовали, нагрузки смягчались. Хотя мне интересно, вот Хованцева всегда ругают, наоборот, за мягкие нагрузки, за то, что он работает на малых объемах. То есть получается, если спортсменки и это не выдерживают, тогда что они вообще выдержать могут? То есть вообще какая ситуация с этим в команде? Поэтому вот эти слова Норицына, они, конечно, и меня насторожили, и в тренерском сообществе вызвали большой резонанс со знаком минус. И ничего не помешает также и Белозерову корректировать планы Хованцева, что-то выполнять, что-то не выполнять. Поэтому, по сути, главный сейчас теряет реальные рычаги управления командой. Ну и еще один нюанс, то что Белозеров это человек из Ханты-Мансийска, который много лет там работал. У него, кстати, очень хороший имидж в тренерском коллективе. То есть все считают его тренером передовым, прогрессивным, интересным. Но, с другой стороны, нельзя не отметить усиление Хантов. То, что Евгений Редькин теперь председатель тренерского совета, Сергей Белозеров старший тренер. Так что ждите Сучилова, Филимонова, Поршнева и других на крупных международных соревнованиях. Хочется верить, что ребята потянут, но в большинстве своем у Ханты-Мансийска, кроме Поршнева, интересной молодежи нет. То есть все вот эти парни, которые приглашались в резерв, им уже 27 лет и больше. Вряд ли у них есть потенциал хотя бы стабильно попадать в очки на Кубке Мира, не говоря уже о большем. Но в случае с Поршневым тоже еще большой вопрос, насколько он сам готов бороться на высоком уровне. Мы видим, с нервами в эстафете он не справился. И не знаю уж по какой причине произошла эта замена гаранчево на Поршнево. было ли там давление извне и какие-то конъюнктурные рычаги заинтересованные в такой рокировке. Не буду об этом судить, не берусь, меня не было в эстерсунде. Но все это было очень неприятно. Мне кажется, гаранчев с кругом бы пробежал не хуже. Но с другой стороны, пожелаем удачи Сергею Белозерову в новой работе. Будем надеяться, что мужская команда станет более сильной, более сплоченной. И, конечно, конкурентоспособной в предстоящем сезоне. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.